Так, всех приветствую на WallSuite Online. Еженедельный аналитический обзор основных фичастовых рынков, новости, рейтинги и потенциальные сценарии на следующую неделю. Так, начнем с новостей и отчетов, которые будут на предстоящей неделе. В понедельник в США президентский день, все рынки закрыты, поэтому кто торгует на S&PF и на фьючерсе пары евро-долларов будет выходной. Так что планируйте свои выходные чуть, они будут чуть дольше. По остальным, так, в понедельник в Китае цель для торгового баланса из важных отчетов, в среду в Британии средний уровень заработной платы и безработица, причем за январь. По четвергу у нас, в принципе, индекс потребительских цен по Китаю и в пятницу розничные продажи по Британии. Из новостей на следующей неделе крайне важно будет следить в среду, в четверг и в пятницу. Ну, в пятницу не так уж сильно будет штормить, но вот в среду и в четверг может быть хороший кач. То есть волатильность, я думаю, будет точно. Значит, в среду, 17-го числа, как раз, когда будет ознакомительный вебинар по предстоящему курсу, который будет длиться полгода, на этом курсе будет и вся тематика по объемному анализу, маркет-профайлу, все курсы, которые есть у нас, в принципе, как раз за полгода. Четыре месяца будет подготовка и два месяца практика real-time. Ну, в общем, кому интересно, 14-го марта первое собрание участников, а 17-го февраля будет первая вступительная серия вступительных вебинаров. Можете посетить, открытый абсолютно вход, будет интересная тематика. Так, в среду у нас строительство новых домов по штатам, в 8.30 по Чикаго, и в 2 по Чикаго фомка. Фонд Минус, правда, но все равно могут что-нибудь интересного нам рассказать. Поэтому в среду вечером будьте у терминала, следите за тем, как рынок отреагирует на заявление Федеральной Резервной Системы. В четверг Jobless Claims, в 8.30 на открытии Америки. Поэтому осторожнее, когда будет Америка открываться, и на российском рынке может быть волатильность. И Petroleum Stat Report в 11.00 по Чикаго. Опять же, запасы сырой нефти, что сейчас очень актуально. Это отчетность, и может изменить динамику на нефти баррель. Так, как видите по планете, ситуация за неделю, это только за неделю. Опять же, в хороший сайт Кфинвиз, и здесь просто нет даже зелененьких квадратиков. Буквально в какой-то Южной Африке, скорее всего, по добыче алмазов и все. Остальные все в очень сильной просадке. Вся планета скидывает. Чем ближе к выборам президента Америки, я думаю, тем больше будут скидывать фондовый маркет. И корректировка, и снижение по S&P. Ну, а здесь больше внимания сейчас уделяют как раз котировке нефти. Значит, по S&P за неделю тоже очень сильные просадки идут. Обратите внимание на финансовый сектор. Wells Fargo, JP Morgan минус 9. Bank of America минус 15. Citigroup минус 14. Ну, в общем, так, сильненько просели за недельку. И Exxon более так аккуратненько держится с учетом того, на какой цене сейчас находится нефть. Все равно вот как-то вытягивают. По эти фишкам, естественно, идентичная тема. Единственное, вот по этим, по золоту эти фишки еще вытягивают. Сейчас как раз все, кто пытается сохранить речь еле. Ну, я, в принципе, за ней не следил, поэтому ждал как раз вот 17-го числа ее заявление. Если там были какие-то важные заявления, я думаю, самое главное в это время не открывать позицию прямо перед заявлением, либо во время. Потому что риски очень-очень высокие. Из-за волатильности можно даже не заметить, как рынок резко создаст сильное движение. Так, ну, в общем-то, вот такая ситуация. Если за месяц посмотреть, там не лучшая ситуация. Сейчас. Буквально за месяц и начнем. Пробежимся по трейдерейтинг. Ну, в общем, такая. Банк HSBC британский Неплохо так просил за месяц. Ну, в общем, Квити там печальная история, в общем. Так. А, вот, мешка мед. По еврику порвал еврик. Они очень часто просто в какую-то воду льют. Либо мы не понимаем, о чем они говорят. То есть, такой сложный текст, что между строк нужно смотреть, скорее всего. Ну, в общем, конкретно ничего толком не сказали. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас по рейтингу. Так. За контракт уже, в принципе, недолго осталось до завершения. Так, начнем с еврика. Первый в рейтинге у нас мишка медиус. 53 сделки, 19 прибыльные. И 3-4 не сильно, но сопровождение, судя по всему, подтянул и первое место. Причем с хорошим таким отрывом. Потом L-банк. L- банк. Как-то так. Две сделочки и две прямо в цель. Затем идет 3 неизвестных человечка. Девиль. 8 сделок, 4 плюсовое. Оптимист. Карлос. Старичок наш. Уже достаточно ну последние три контракта закрывался в плюс. И причем там вроде даже все три в десятке вроде по еврику и валютам. Вот. Так. По еврику, по S&P. Мы быстро пробежимся здесь. Первое. Невада. Сейчас убыточная позиция висит. Сразу ему дышит спину. люрик тоже одна сделка и вот он ее тянет наверно с самого максимума. Пепл трейд более-менее хорошая серийность. 40 же сделок 25 плюсовые. 13 11 сделок 8 плюсовые. Неплохо, неплохо. Так. Страшный ник. 41 сделка плюсовая. Вот хорошая серийность у life is too short. 56 сделок 35 плюсовые. Супер. Новый трейдер появился у нас. И у него 138 сделок и 92 плюсовые. Неплохо, неплохо. Так. Ну вот такая вот первая пятерочка. Ой, даже этот аккаунт у нас на 17 месте. Ничего себе. Так. Есть новая ОРТС. Тоже интересная статистика. АВГУРОВ. Почти 100 сделок 40 плюсовые. Первое место. Маркуша. Второе и третье место занимает два аккаунта. И сделок немало. 214 227 но на том аккаунте достаточно неплохая серийность. Гуд трейдер с 3 сделки 3 плюсовые. Так висят во флете. Леончик какой-то новый трейдер. профит неплохая серийность. 11 сделок 9 плюсовые. SVK. Да достаточно неплохо первые места заняли как раз достойные. и студент профкурсов на десятом месте. 18 сделок 4 плюсовые. Даже не профкурсы а курс стратегии. ну вот такие вот у нас по ртсу чемпионы. так по рублю. первое место Alex1 20 сделка 12 плюсовые. снова Рюрик с одной сделочкой. серго фан что-то новенькое. Маркуша снова. но тут заслуженно. 1 PA или Ира. Непонятно. серже 27 80 152 сделки 68 плюсовые. Вегуров тоже. 36 сделок. Сёртин снова 4 сделочки все точку. Ну и финн естественно уже фактически старичок. Дед в рейтинге и снова вот профит 2015 новый трейдер. Ну вот так вот как там. Так ну чуть позже ближе к завершению контракта подведем итоги. По поводу конкурса в принципе что-то там обсуждали но прошлый конкурс когда проводили достаточно так активно реагировали на какие-то вроде как неправильные результаты хотя все вроде правильно было вот и сильно мало внимания уделяли конкурсу даже некоторые пытались против правил работать так договаривались чтобы на открытии РТС не открывали позицию прям с первого бара потому что это никак не может быть открыта позиция прямо тик в тик только на виртуальном счету итак начнем с S&P значит по S&P у нас второй раз подошли к 1805 да по поводу рассылки у вас собраний Wall Street Online там почистили список кому приходит рассылка и смотрели и смотрели на то как ну открывалась ли рассылка то есть естественно участникам те кто не открывают письма их удалили просто из листа и если вам не приходит рассылка то еще раз регистрируйтесь на сайте Wallfix Новослит Онлайн либо же в группе на фейсбук будет ссылка на регистрацию ну как бы обновили списки причем зря чтобы не не рассылать ну там смотрели в общем старались те кто открывает хотя бы в течение месяца рассылку тот остался в списке ну в общем в любом случае если что напишите там скайп или на почту education Wallfix и вас добавят Вито вас тоже с наступающим так обратите внимание как четверг объемненько размещался возле 18.05 и этот уровень очень очень интересный возьмем его в качестве уровня поддержки так как естественно если вы торгуете конкурс его остановили еще осенью вроде ну если есть желающие соревноваться в конкурсе за какие-то первые три места пять мест в принципе я могу обсудить с командой и если возобновим то естественно нужно сделать опрос будут ли люди вообще как-то участвовать в нем если будет пять трейдеров всего лишь участвовать то и так ликвидность четверг оборот за сессию 3 миллиона двести крайне как-то уж очень заинтересованы были участники в этом диапазоне 18.12 18.25 возьмите как коридор поддержки и если на следующей неделе пойдут атаковать 18.59 вот сопротивление такое 18.66 как раз этот уровень и нужно преодолеть для потенциального движения к следующему уровню такая вот плита из четырех даже сессии 18.96 19.09 по поводу в четверга и в принципе почему так реагирует на этот уровень если мы посмотрим что происходит параллельно на фондовом рынке США допустим Банк оф Америка сейчас подгрузится кетеролка ой я нету нажал сейчас секундочку так по дельте как раз вот четверг плюсовая плюс 10 и сейчас вот набежала практически перед выходными почти плюс 10 здесь больше интересен вопрос Банк оф Америка обратите внимание это за этот контракт за этот квартал грубо говоря Банк оф Америка самая высокая дельта 41 миллион это дельта только самая ликвидная сессия 371 371 миллион почти 372 миллиона ловили Банк оф Америка вот в районе 11 доллара и дельта самая топовая причем начали вот на такой дельте идти с 5 числа все вот это снижение похоже что кто-то вроде пробует тормозит я смотрел Goldman Sachs в City Group там не топовая но тоже активность по дельте идет как раз на стороне байеров так что будем смотреть во вторник когда откроются американские биржи как будут с этим уровнем считаться если все-таки будут жестко удерживать байеры то вполне может быть это точка начала какой-то корректировки после снижения S&P и отметим сейчас уровни активной дельты вот 18.16 17.32 на WallSuite Online используются не все модули платформы WallFix там их больше то есть просто многие видят только там Cluster Profile Cluster Chart баровый график есть еще тиковый график но там если мы еще его будем затрагивать и с боксчартом и вот скоро появится новый сервис и range барчарт то не час будет идти WallSuite Online а часа два-три поэтому по минимальному самое важное что необходимо вот детали там конечно тоже важны и на тиковом графике на боксчарте и range в общем вот коридорчик где были активные байеры более интересен такой плотный коридор 56 по 70 и дельта которая практически в этом коридоре везде была на стороне селлеров это 1892 904 вот это уровень сопротивления вот со второго числа сформировали 4 сессии там где стояли мы этот уровень выделили давайте посмотрим активность какая идет по открытому интересу значит по S&P сегодня открывают вчера совсем небольшое изменение было по открытому интересу держались на уровне вполне может быть что уже сбрасывают продажи и возможно открывают покупки так как по дельте вроде именно так это происходит в общем не самый низкий уровень активности на S&P на данный момент и это корреляция с FESX давайте выделим более детально для спекуляции для спекуляции дарим лишнее итак плотность 18-19 в качестве поддержки это как раз по и по ликвидности ликвидности можно захватить прямо до 25-й тут дальше загружали поддержку и на следующий день как видите даже не достали до четверга сразу же затарились и толкают на покупку то есть понедельник будут закрыты рынки а вот во вторник могут сбросить и ну байеров ну в общем самое главное чтобы не ушли ниже четверга пятницу могут наказывать вот во вторник те кто в пятницу уже размещались поэтому ну и до 30-й могут дойти до 32-й а потом может пойти покупка если пробивают четверг 18-12 18-19 то сценарий на покупку лучше отложить в сторону значит среда у нас была такая коварно-реверсивная спекулятивно надо пройти этот уровень даже можно захватить вот такой вот локейшн 18-58 тут загрузка небольшая была ядро недели находится у нас на 18-51 и 18-36 даже 37 давайте возьмем округлим итак номер 1 поддержка это 18-12 18-19 с добавочным уровнем 25 с половиной пятница следим на то как будут байеры поддерживать если очень уж хочется им купить то в пятницу будут отстаивать ничего страшного если ее пробьют это будет в принципе понятно что сбрасывают в байеров в случае если абсолютно спокойно прошивают эти все две поддержки и мы не видим на дельте на импульсивности никакой поддержки вот под фомку в среду могут это все дело раскачать по волатильности и сбросить лишних ну и на джублес клеймс потом на открытии вот уже в четверг фесх евро стокс 50 здесь активность увеличилась на этой неделе все сессии идут на повышенном обороте ликвидности и здесь уже так четко выделяется диапазон с наиболее ликвидными торгами это 26.83 27.36 первый потенциальный уровень сопротивления вот 27.85 28.14 затем идет плита на 29.24 по 28.94 ликвидность хорошая но сессия как-то уж очень торгуется в диапазоне четверга поэтому на всякий случай проконтролируйте коридор вот 26.83 по 27.10 это четверг вот его могут поддерживать этот левел опять же нужно мониторить потому что это может быть коварно коварно до безумия вот вот примерно куда нужно выйти 28.30 1.30 это уровень VWP за месяц то есть среднеизвешенная цена отнастильного объема и выход за VWP выше это уже подсказывает об активности Byron 29.75 30.40 это ядро контракта да все правильно так DAX на следующем обзоре я планирую добавить индекс китайский индекс с шанхайской биржи и у нас будет теперь еще и еще один индекс который ну в принципе нужно мониторить уже экономика Китая достаточно сильно влияет на общую мировую экономику так по DAX здесь как-то попроще все идет в плане ликвидности 87.60 тоже был активный четверг 88.35 также не особо спешит толкать на покупку котировка болтается в районе вот четверга и чуть выше уровень сопротивления 90.05 90.95 и WP на 92 в районе и вот начинается с 93.40 и по 94.85 это вот уровень сопротивления куда в принципе могут даже за неделю хорошую такую активную дойти да Шанхай будет потому что уже без этого никак в принципе что происходит на тех индексах и ядро контракта 96.80 98.35 то есть уже три недели мы под контрактом болтаемся и относительно от контракта ликвидность была на этой неделе но не сверх топовая не 7 повышена будем следить в общем так индекс ртс как видите ликвидность последние две недели появилась и она практически на пиковом уровне этого контракта четверг также был выше миллиона миллион триста здесь фильтр стоит если не ошибаюсь миллион двести сейчас посмотрю на миллион триста и выше миллиона это вот светлое поэтому диапазон четверга 67.600 66.500 мониторить на предмет возможной поддержки и этот уровень 62.700 63.700 на всякий случай пускай будет обратите внимание какая ликвидность сразу резко упала значит WP в районе 70 500 70 600 и потом начинается коридор сопротивления 73.700 тут две сессии 72 273 700 могут туда дойти и немножко приостановить свою активность в случае если нефтянка начнет корректироваться и будем наблюдать рост по нефти сейчас сель у нас 20 8 87 вот золото 12 6 ну понятно так 32 59 у нас бренд так давайте посмотрим дельтам дельтам как видите дельта на достаточно небольшой по ликвидности торговой сессии она уже за 30 тысяч контрактов на стороне байер пятница у нас идет на покупки сбрасывают или же все-таки открывают сейчас мы убедимся на открытому интересе открывают позиции по РТС 9 числа набирают и сегодня относительно контракта текущего топовая активность больше всего открыто позицией это не самый повышенный открытый интерес вообще что может РТС вот но как видите пятница по нефтянке идет активно на рост и соответственно реагируют сразу участники заходят я не удивлюсь если трейдеры ждут дно нефти и многие пробуют силы пробуют все-таки захватить минимум и это в принципе сразу причем открывали вчера позиции вот ну посмотрим как получится уже в понедельник вторник воскресил вторник будет понятно как ситуация с нефтью так выделим ключевые уровни значит четверг в любом случае берем три шестерки восемьдесят шестьдесят семь сто двадцать так потом у нас идет пятница обратите внимание модель пятницы очень очень уникально выстроен график причем крупные сделки формировались в основном на максимумах то есть собирали селлеров селлеров собрали аккуратненько все что можно было по максимуму дня и закрылись тоже на максимуме неплохо в принципе неплохо причем обратите внимание ночью по четвергу заходили сейчас мы даже посмотрим это на дельте и вот у нас такой сброс был селлеров семьдесят по семьдесят двести восемьдесят это такой контрольный уровень на следующей неделе на сопротивление так потом у нас идет уровень семьдесят два по семьдесят один пятьсот вот ну по сценариям естественно могут не сразу пройти семьдесят семьдесят триста подкорректируется если будут поддерживать пятницу не пускать ниже это в принципе хороший признак активности байеров если корректируется до четверга тоже не все так плохо можно будет даже попробовать и с четвергом поработать на поддержку пробитие трех шестерок восемьдесят сразу отменяет все сценарии на покупку лучше не рисковать давайте посмотрим по дельте сам собственно четверг по ртс четверг плюс пятница вот обратите внимание по четыре тонны зашли байеры с перевесом это перевес только всего активность байеров была 18 да 22 почти 23 тысячи контрактов и 19 тысяч контрактов это за 30 минут двадцатка и 22 тысячи контрактов зашло по дельте на покупку ну разница получилась там и там по четыре после открытия штатов тоже покупали как видите и 1730 на 6 тонн и почти на 6 тонн уже после клиринга 19.00 зашли ну в общем вот этот коридор будет ключевой на поддержку если его даже не осилят на следующей неделе в общем так под здесь заходили это уже четверг ну и ночью в последнее время очень активно ночью заходят на ртси так давайте сейчас еще бусинка сбер для полноты картины сбер и газпром да значит сбер у нас покупали еще десятого была дельта сейчас пока вот нулевая но по дисбалансу как видите есть байер причем байеры были на 93.5 и на 93 значит почти 2 миллиона это было в среду ну в общем 93.5 контрольный уровень по дельте также у нас по 97.5 контрольный уровень сопротивление по ликвидности ну по сберу инвесторы брали чуть ниже это было вот в районе 94 и ликвидность держалась на таком уровне как раз до завершения роста корректировки до 99 сейчас пока удерживают сбер выше 93 причем это уже несколько недель идет это неплохо то есть для байеров это еще они по крайней мере ее не отпускают то есть поддерживают ликвидность и три сессии которые были на 91 и по 89 половина это желательно чтобы ниже этого коридора байеры не пустили цену по сберу тогда есть шансы на пробитие 99 и счастливый поход на 100 и выше газпром минус судя по всему ждут когда нефтянка придет себя так газпром значит аномально тут сбросили байеров судя по всему таким маневром четвертого числа уже активность байера была потом 28 27 и заходили вот уже с ну байер были постоянно до 28 вот тут сброс и возврат ну посмотрим если будет газпром идти в район 134 налегке в следующей неделе это в принципе неплохо для байеров вот как видите здесь достаточно четверг много было продавцов но все-таки два байера тут отличились по 30 тысячам акций возьмите на поддержку и 131.6 131.8 это газпром и газпром по ликвидности на фоне этого квартала тоже самая активная ликвидность была на минимуме тут брали его до 132 фактически да вот этот рост был быстренько это последнее время нормальная тенденция пока все еще думают они быстренько за 3 сессии котировочку догнали на такой уровень что уже и покупать поздно вот 4400 миллионов тоже активность повышенная была в четверг поэтому обратите внимание на эти уровни и пятница стоит плотно с ликвидностью нормальная то есть рабочий но не повышена коридор за этот квартал 135-132 по газпрому выходит газпром выше 135 и это уже наличие байеров и присматривайтесь к этому событию рубль так часто кто то что то накрутил так проскил на проблему на 100 ставить потому что с такой волатильностью так тут у нас идет 120 тысяч контрактов на стороне селера дельта где почти 100 тысяч была 10 числа тут прям хорошо получилось ну в общем этот уровень коридорчик возьмите на прицел так байеры были вот у нас получается 8 9 давайте лучше на объем перейду здесь так так и вот нужно пройти этот уровень 78 200 78 500 чтобы дальше пустить котировку на продажу поддержка еще вот здесь у нас зависла по рубрика по рубрику и спот сейчас мы потихонечку ликвидность сползает то есть пока успокоили в районе 80 доллар рубль причем обратите внимание как идет рост котировки за последние несколько недель вот этот массив 79 250 по 80 250 это ядро вот последнего месяца можно сказать и его нужно выделить особенно детально это вот эти вот массивки 79 550 в качестве сопротивления то есть будут удерживать ниже этого коридора есть шансы на пробитие VWP он у нас в районе 78 900 и потом уже идет вот такая серия активных сессий на поддержку вот этот уровень ориентир тут уже были разок потом еще раз были и потом еще такая вот коварная сессия висит на 76 550 76 800 вот но уже по опыту даже по наклону VWP то есть видно что они уже в горизонтальную его вывели позицию то есть наклон уже ниже будет в принципе хорошим признаком возможного тренда на продажу вот ну четверг плюс пятница торговались неплохо на движении и вот пятница торгуется на минимуме за эти два дня поэтому потенциально есть шансы самое главное чтобы 79 550 80 250 не пробили вернее да не пустили выше котировку значит по споту рубля дельта нулевая и даже вот есть пара уровней селлеров 79 9 20 по поводу акций последнее время вот как раз с этой манипулятивной ценой на нефть они по большей степени корректируются скорее всего автоматы включили просто на корректировку относительно индекс ртс то есть не индекс ртс идет за акциями а акции смотрят на ртс и уже корректируется относительно него особенно там второй шалон по крайней мере такая тенденция наблюдается так процент насчет вот такая вот активность у нас пятницу по спорту ликвидность не 7 миллионов конечно но 4 7 тоже неплохо получается здесь 78 у нас на горизонте по 77 30 и потом идет уже плита байеров вот 75 и 7 76 и 3 евро а столь 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 боровый график надо еще посмотреть так значит активность просто ничтожно малая по сравнению с движением до 85 потихоньку потихоньку фиксируется и вот если сравнивать там на фоне последних нескольких недель 10 открывали позиции это как раз был у нас ядро недели и сегодня тоже чуть больше чем вчера фиксация вчера была позиции относительно среды то есть те кто в среду зашли в четверг их сбросили вот поэтому и вполне может быть заход селлеров на шорт ну уже видно четко граница вот этой февральской активности 8700 и осталось пробить 78 79 индекс доллара откорректируется это котировка индекса доллара и посмотрим как на индексе доллара будет тоже движение мы его рассмотрим так где у нас тут евро вот евро ну я уже говорил что опрос экономистов крутых авторитетных ожидаемое событие на 2016 год это Британия выходит из евросектора и Меркель покидает пост когда это произойдет и будет ли это так значит на еврике у нас тут образовывается тоже в четверг повышенная активность была 11.87 12.12 в качестве поддержки сразу под поддержкой идет 11.71 и WP чуть ниже поддержки ну в общем самое главное пробить 11.87 12.12 желательно чтобы динамика 4 четверга плюс пятницы сохранилась сохранилась но вполне может быть до фомки и до четверга такой боковичок ну под фомку естественно раскачают все это дело ну плита за этот квартал это очевидная уже такая коридорина значит 8.62 даже выделим таким 0.9.31 это ядро контракта его вряд ли уже поменяют до закрытия потом сброс байеров вот на 8.20 это уже край это уже поддержка последняя значит февраль тут через 3 недели через 2 недели заканчивается и потом еще 2 недели еще 4 недели осталось мартовского контракта то есть 2 месяца уже позади и так 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 ну под по поелли куда это не чистая уже давно замечено давайте лучше выделим коридор спекулятивных уровней так в четверг по по модели торговой сессии отчетливо видно что это был просто абсолютный армагеддон обратите внимание на котировку и поведение цены здесь явно собирали все что можно то есть у нас до открытия штатов болтались потом штаты открылись и штаты просто к ощущению что им дали свободу творить все что хочет смотрите сколько раз меняется направление котировки потом еще под вечер и закрылись то есть это явно важный торговый диапазон ядро этого армагеддона мы сейчас выделим вот таким образом тут больше всего сделок было вместе с европой это чисто европа штаты вот у нас начали штаты еще вот тут тоже стоит выделить это чисто штаты уже натворили 1354 1370 тут явно собирали всех потому что такой волатильности разнонаправленной пойди еще найди так значит 10 числа такая жутко реверсивная сессия причем знакомая всем трейдерам которые со стажем уже торгуют такую модель нарисовали чтобы поверили наверно точно в покупке и в четверг все это дело собрали вполне может быть такая картина так пятница тоже криво падает и жутко похоже на четверг правда попроще немножко ликвидности меньше но тоже не сильно тут здоровая котировочка но выделим 1.3 1.13 это пятница уже на европе разместилась ну и собственно коридор пятницы 12.34 12.50 видите ядро все на четверг ушло как раз это сопротивление является троечка ядра и у нас тут 11.31 поддержка 11.54 и на самом-самом 11.11 вот так получается у нас атака 1.13 защита в районе 13.20 13.50 если там хорошенько все это дело будут будут сопротивление создавать так сейчас посмотрим про 2200 контрактов интересная информация в районе 12.50 не менее в какое время это было открытие площадь и кого бухгин кумбук так 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 в общем вот этот локейшн весь коридорчик так неплохо проработали даже потихоньку но кей тогда будем мониторить так выключаем и так по фунту у нас картина 42 65 42 15 поддерживали причем неделю держали на пульсе ну и объединил коридорчик 41 50 42 60 вот аккуратненько так поддержка и и тут блокпост установили причем уже второй раз тут форме формация идет на продажу 45 и 5 и 46 как видите уже и среда пыталась там побывать и сегодня пятница ушла ушла с этого коридорчика 44 как проверочный диапазон вернее цена неделя считалась с этим объемом который был размещен вот у нас второго числа эти три сессии не пускали ниже в общем такой пинг-понг я называю когда объемы бросают и по максимуму потом по минимуму недели также бросает крупный объем и неделя болтается между этими массивами рикошетит пока не выпустят выровняли VWP как видите уже вышли выше VWP в районе первого и второго числа и нужно лишь открыть границы либо 46 выпустят тогда уже поход на 49 48 либо выпускают 44 потом проверяем как будет защищать 42 и ликвидность пока вот режиме ожидания фомки скорее всего плюс еще на Британии там будет на следующей неделе по безработице отчетность ну плюс фомка плюс джоблэск в Штатах сделают свое дело так что коридор расширят точно в районе среды могут еще мучить а тут по другому нельзя назвать потому что среда четверть и пятница как раз волатильность идет от центра массивов это очень опасная волатильность так индекс доллара уже без него уже без него так по дельте у нас тут вот такой вот актив пошел байеров и нулевая вчера и сегодня вот 1907 уже успели сделать байеры коридор практически все усыпано крупным объемом самый топовой на 96.1 и пятерочка на 95.7 ну в общем между этими длинноценами весь объем пятницы разместился можно захватить 13 тонн в четверг тут нулевая дельта скорее всего тут начали уже заходить ну и все это дело надо расширить выше 97 вернее пробить 95 сбросить байеров которые сегодня зашли возможно это сброс селлеров продаж уже не будем лезть на открытый интерес еще по индексу доллара это уже будет лишнее так нефть итак четвертая неделя на лайтсвит крут ойл идет на завершение ровно ликвидность стоит ровно очень мы сейчас немножко подтянем фильтр полмиллиона как видите можно даже так уверенно провести линию вот так аккуратненько стандартная ликвидность ежесесионная идет это вот буквально отклонением два раза более топовая была вот здесь у нас массивность 33 15 34 4 круглим уже бок с ним это сопротивление номер один для сельки плита она же ядро этого контракта 31 40 31 3 потом сопротивление вот-вот на этой неделе сделали свежее свежее 29 65 33 это понедельник и как видите плотненько весь коридор просто даже вот среда была на участие 28 и по 26 и 5 вот это вот коридорчик который в принципе желательно чтобы поддерживали на следующей неделе и аккуратненько уже пробивали 30 а то и 31 то есть корректировка еще может быть 28 26 половиной и просто для покупок еще вот этот вот резкий рост уже я думаю трейдеры не раз обжигались такими движениями самое главное чтобы вот этот диапазон не пускали ниже так как активность идет уже не такая ликвидная обычно развороты происходит на такой повышенной активности интерес у участников огромный должен быть а здесь как видите что это не очень такое ощущение как будто это и не разворот так значит бренд тут у нас почти 5000 уже дельта на стороне байеров наверное первое они были уже дельты по 4000 там был рост вот ну в общем пятницу действительно тарят байеры третья неделя на бренд топовая активность была на самом один из первых торговых сессий этого апрельского контракта по бренд ключевой основной диапазон тут же и ядро тут же и плита ну в общем это номер 1 то есть диапазоне для байеров его нужно пройти могут дойти до этого уровня там остановиться опять что-то там ждать но в общем пока не пробьют 36 34 для этого контракта номер один проблема у байеров и вот две сессии так плотненько собрали аккуратненько во первых резкое движение 9 числа потом уже без без движений две сессии набрали позиции и сейчас вот почти 200 тысяч оборот за сессию сейчас мы склейку посмотрим да давненько не было плюсовой дельты значит склейка у нас выглядит таким образом расширение до 36 и там манипулятивно опять придушили котировку нефти до 30 и в общем это и есть пинг-понг вот в общем между тридцаткой и 36 могут еще туда-обратно но модель в принципе неплохая в плане резкого снижения потом две сессии стояли собирали все кто отреагировал на этот шорт собрали всех шартовиков скорее всего и вот реакция уже идет на дельте на покупку захватим свеженькие вот эти вот размещать размещением 31 с половиной но базовый 31 в в в смотрите на свет онлайн приходится из-за волатильности инструментов пользоваться прайскелом и сжимать котировку особенно на классе чарте это не самый лучший момент потому что там при сжимании шкалы естественно 4-5 тиков которые допустим сжаты превращаются в один и там разная дельта может быть на каждом тике поэтому когда торгуете анализируете маркет лучше так не делать ну для более точного отображения информации лучше не сжимать на классе чартики и на тиковом графике тоже нет не сжимать график волатильный инструмент ну что поделаешь так а здесь чтобы вы видели картину всего процесса собственно активности на инструменте всю картину и так на новом контракте с самого практически открытия байеры не успокаиваются и все объемы которые проходят крупные они сразу же создают динамику на цене вот видите отклонения есть уже относительно WP могут откорректироваться но вот 1190 97 тут максимальная объемина прошла на прииском если вы взять склейку и еще и посмотреть какие у нас соседние есть уровень сопротивления еще с тех пор здесь важно сравнивать не только какие уровни пробита еще и ликвидность обратите внимание максимальная ликвидность за последний год я до апреля правда взял но можем и февраль заплатить 12.02 16.02 по 2016 в среднем вот видите 150 130 тысяч 100 за сессию 333 коровы 333 коровы вот и после этого резкого импульса пятница висит на макушке на максимуме то есть ну потенциально могут там сбросить этих байеров ну в общем спокойно держится пятница то есть агрессивности селлеров на котировки судя по всему не чувствуется а это реально заходили поспешно ну я говорил что фондовые будут сбрасывать в любом случае будут тариться на золоте туда точно будут заливать кэш я помню когда валился 2008 год золото там хорошее движение были заталивались там сильно так были тут сессии и меньше чем 300 но вот начиная с 3 числа ликвидность просто бешеная вот поэтому уровни поддержки отмечены в плита плита которая очень долго формировалась это 10.95 по 10.70 пускай будет вот так даже чуть ниже можно взять 10.65 вот это нулевая точка этого тренда вполне вполне реально что это начался тренд хороший на рост золота чем больше будет сыпаться фондовая тем больше будет я думаю затарка по золоту вот так вот спасибо что пришли опять же по поводу рассылки проверьте на следующий раз пришла нам рассылка либо же нет если нет просто зарегистрируйтесь еще раз и будет все тип топ ждем 17 февраля на открытом вебинаре предстоящего курса и вам хороших выходных скоро весна уже вот-вот подбирается и это очень радует хорошего вечера до следующего Wall Street Online до свидания пока